Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. И мы только что вышли с фильма «Охотники за привидениями». Нормальный человек, да? Новые «Охотники за привидениями», там где... Женщины, а не мужчины. Ну, в общем, давайте о впечатлениях. Начну с того, что очень много негативных отзывов об этом фильме. На минуточку трейлер, который вышел к этому фильму, набрал рекордное количество дизлайков вообще за всю историю Ютьюба сразу же. В интернете очень много негативных рецензий на этот фильм, прочее, прочее. Я же, как только увидел трейлер, сразу решил, что я на этот фильм пойду в любом случае. И, откровенно говоря, всё, что я ожидал от этого фильма, я и получил. И мне не очень... Вот очень много там негативных рецензий, я сейчас буду к ним возвращаться. Мне непонятно, почему такой хейт поднялся к этому фильму. Ну, лучше так скажу, скорее всего, мне понятно, потому что первые части «Охотников за привидениями» приобрели культовый характер. По моему мнению, не совсем... Ну, это хорошие фильмы, но это не стоит вот прям так воспринимать, как какой-то, блин, памятник, культурный памятник человечеству. И вот эти новые «Охотники за привидениями», они, по-хорошему, это ремейк старого. То есть тут чем-то похож сюжет, хотя есть свои ответвления. Отличие в том, что команда состоит полностью из женщин, а не из мужчин. Но, по-хорошему, здесь те же самые приключения. Здесь нету каких-то, опять же, пафосных разговоров. Ты просто сидишь, весь фильм наблюдаешь, как дамочки между собой иногда переругиваются вполне мило. То есть без генитальных шуток, опять же. Знаете, там, сиськи-письки вот этого вот. Ну, такой довольно семейный фильм. Дети вот рядом с нами сидели там лет 11-12. Они, по-моему, вообще в восторге там были от этого фильма. То есть, ну, это, конечно, фильм не для взрослых больше, а для младшего поколения. Я пошел как любитель тех «Охотников за привидениями». И, ну, по-хорошему, тут я что-то нового, если уж так прямо сказать, я не увидел. То есть, это ремейк, это действительно ремейк. При этом хоть новые спецэффекты, немножко, повторюсь, сюжет изменен, но я не вижу, почему на этот фильм так все ополчились. Лично я вполне всем рекомендую, особенно если вы с семьей пойдете, вот с детьми своими, которые, вот у вас есть дети там, не знаю, от 7 до 12 лет, до 13, по-моему, они получили удовольствие, тем более они не видели предыдущие «Охотники за привидениями». Такая атмосфера 80-х, кстати, возвращается. Когда начинает играть музыкальная тема, вот это вот, иногда периодически вот это, мурашки по коже бегут. Более того, практически весь состав старых «Охотников за привидениями» в этом сыграл камео какой-то. Тут и Билл Мюррей есть, и Дэн Эйкроид, и Негр, извините, не знаю, как его зовут, и женщина, которая играла секретаршу в первых «Охотниках за привидениями». Единственное, к сожалению, а, даже Сигурни Уивер есть. Что, думаешь, это все спойлеры? Это не спойлеры, это... Блин, об этом рассказывали до этого. Единственное, к сожалению, нету, по-моему, Харальда его, Харальда Ремиса, который Питера Игана играл в первых «Охотниках за привидениями», или еще он вам хорошо известен как режиссер «День сурка» фильма. Вот он недавно скончался, поэтому не принял участие в этих «Охотниках за привидениями». Я не пытаюсь, как бы, восхвалять вот этих новых «Охотников». Вы поймите, это, ну, этот фильм пройдет, он не оставит, опять же, ничего в культурном наследии. Но если сравнить, там, вот, «Мстители» выходили, да, недавно, вот, вот, примерно с какими-то блокбастерами, которые намного больше денег, в которые намного больше денег вложено, эти «Охотники за привидениями» вполне такой душевный, нормальный фильм. Тут нету вот скучных мест каких-то, знаете, пафоса нету. Они, кстати, очень сами над собой прикалываются периодически, там, и над опасностями прикалываются, и над мэрами. Ну, блин, нормальный, нормальный фильм. И вот этот хейт от оголтелых поклонников предыдущих «Охотников за привидениями», вообще-то эти всякие культовые штуки, я вообще, вот, пытаюсь сторониться всяких фанатов чего-либо, потому что начинается всякая такая фигня, они, ну, люди не могут объективно воспринимать реальность. Они фанатеют почему-то, и все, и... Шаг влево, шаг влево, шаг влево действительно считается прям преступлением, даже не побегом, а вообще предательством и прочим-прочим. Вполне нормально, что тут мэр, если я до этого думал, а нафига они женщин поставили, а не мужчину, потому что это ремейк, это не продолжение, это не продолжение, понимаете, там, не сыновья предыдущих героев стали охотниками, нет, это именно ремейк. Так давайте, чтобы как-то разнообразить, поставим женщин. Тем более, что вот есть такие несколько феминистических таких шуточек, за счет этого можно было вставить. Ну и, соответственно, тоже я не думаю, что это будет спойлером, в секретаршу у них играет мужик, тоже, ну, такой забавный. Ну, блин, то есть у него же такие вот перевертуши в этом плане появляются. Поэтому вполне нормальный фильм, вполне нормальная комедия, вполне нормальный летний блокбастер, вот на который просто... Ты ходишь, там, побыл полтора часа, посмотрел, вполне неплохо. И вот, исходя из того, что вот сейчас у нас идет в кинотеатрах лично, у меня в городе, вполне естественный выбор охотники за привидения, вот эту жару нормально посмотреть. Так что не слушайте фанат... Вот даже для примера, почему Седьмые Звездные Войны, которые по-хорошему по сюжету полностью повторяют четвертый эпизод, да, они были восприняты нормально, а зато охотники за привидениями, которые конкретно о них говорится, что они... Это ремейк, мы специально переделываем его, и который на самом деле выглядит более оригинальным, чем вот этот Седьмой без Звездных Войн, почему к этому фильму такой хейт? Потому что, блин, фанатам Звездных Войн что ни пихай, они все сожрут, главное, чтобы побольше Звездных Войн было. А вот Охотники за привидениями, два фильма культовых, которые, положа руку на сердце, они не такие уж и классные, если уж так прямо говорить. Они тоже были развлекательные, но если вы сейчас на них посмотрите, это устаревшее и скучное кино на данный момент. А это просто хоть осовремененная версия. Так что идите спокойно на Охотников за привидениями, нормальный фильм, вполне можно смотреть. Ну а вы видели и слышали Лешу Халецкого, канал Леша Играет, не забудьте подписаться, поставить лайк, поделиться этим видео и смотреть интересное кино. Субтитры создавал DimaTorzok